Слава Богу, за все Ему слава! На самом деле, братья и сестры, только Господу нашему слава! Благодарность за прекрасное пение, за такие прекрасные чудесные гимны, которые ободряют, вдохновляют, которые настраивают на поклонение Богу. Благодарность Виталию за то, что он интересно так преподал нам первый стих. Это вообще удивительное, конечно, послание. И вся Библия, она удивительная, все Слово Божие удивительное. И мы никогда не познаем его, сколько мы не углубляемся в него, сколько не копаем его. Оно всегда преподносит нам такие хорошие сюрпризы, всегда много нового, всегда много интересного. И место, на которое я хотел, которое не я хотел, которое мне дали, я буду проповедовать. Это первое послание фессалоникийцам, первая глава, второй, пятый стих. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших, непрестанно помятуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Потому что наше благовествование у вас было не в Слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Читая это послание и, в частности, эти стихи, понимаешь, насколько глубоко апостол Павел, сильно он переживал за эту церковь. Мы слышали историю, как апостол Павел и Сила Тимофей пришли из Филиппа в Фессалонику, и у них было всего лишь три субботы. Три субботы, в которые апостол Павел говорил и проповедовал, и благовествовал, рассказывая о Господе нашему Иисусе Христе. И дальше ему надо было уйти по причине гонений. И за эти три субботы организовалась церковь. Это было удивительное действие, как мы читаем здесь Духа Святого. Это была сила, проявленная в том, чтобы Господь на этом месте организовал церковь. И апостол Павел, это отец, это настоящий пастырь. И это видно из этого отрывка, из всего этого послания. Он молится за них, постоянно молится. Он переживает за них, он утешает их, он утверждает их. Он им говорит о таких великих благословениях, о том, что их ожидает вечная жизнь. Он им открывает, как это будет, открывает последовательность, чтобы не было у них никогда уныния, чтобы они были твердые и утверждены в этом, уповали на Него. И второй стих нам говорит и открывает очень важную истину от пастырьской любви и пастырской заботи апостола Павла, которую он проявлял в постоянной молитве. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших. Он ободряет их, он их утешает. Он говорит, что все сотрудники, и он сам, Павел, Сила и Тимофей, они молятся. Молятся не просто так, а молятся с благодарением. Интересно, что в самом начале послания апостол Павел говорит о том, что мы молимся, благодарим о вас. А в пятой главе, в этого же послания, в 17 и 18 стихах, он уже им дает наставление, говорит, что непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. То есть Павел дает им направление для духовного роста. Он направляет и показывает, куда они должны идти. И это личный пример его. Он говорит о том, какие качества должны быть у истинного христианина. И апостол показывает, что вот эти качества важные, постоянство молитвы, они присущи истинному христианину. Он говорит, что всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших. Это не особое какое-то отдельное служение, но это его потребность, это его стиль жизни, это смысл жизни всегда и непрестанно молиться. И к этому он впоследствии призывает всех верующих. Не только апостолов, не только пасторов, не только диаконов, молитвенников, но всех, каждого верующего он присылает к необходимости, потребности молиться. И вот посмотрите, удивительно, он молится за эту церковь в такой период, когда им тяжело. Да, мы слышали, что им тяжело. Трудности были, гонения. Но эта церковь росла, она развивалась. Там не было таких волнений, колебаний. Это радость. Мы чувствуем в этом радость. У них все идет в принципе в духовной жизни. Несмотря на атаки снаружи, у них идет все хорошо. И Павел радуется. Как тяжело радоваться иногда, когда все у кого-то хорошо, братья и сестры. Это для нас урок. Мы должны радоваться, если слышим, что где-то что-то хорошо, где-то у кого-то хорошо. Духовный рост идет. Это радость. Конечно же, эта церковь была далеко-далеко от совершенства. И мы увидим, какие он им дает обличения и наставления, и указывает на конкретные вещи. Но самое главное, что в этой церкви есть рост, есть прогресс. Они двигаются в правильную сторону. И апостол Павел весьма радуется этому. И он благодарит Бога за это. Он вспоминает о них постоянно в молитве. И апостол Иоанн в третьем послании, в первой главе, в четвертом стихе пишет, созвучные с апостолом Павлом слова. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Братья и сестры, как нам не хватает порой этой искренней радости, о том, что церковь развивается, о том, что наш брат и сестра растет в Господе, возрастает. Это большой урок, большой пример для нас, чтобы все мы были проникнуты вот этим чувством, вот этим осознанием, вот этим действием молиться друг за друга непрестанно. Благодарить друг за друга постоянно. Это должно стать нашим стилем жизни. Это должно стать нашим таким вот кредо. Окружающий мир, он заряжен идеологией на то, что все, в принципе, должно вокруг меня вращаться. Мое «я», оно самое главное. В школах об этом говорят. Да вообще все пропитано ведь. И все должно вокруг меня как-то обращаться. Но Слово Божие говорит по-другому. И апостол Павел, он вообще себя здесь никак не выставляет. Его нету здесь. Есть церковь, о которой он молится. Есть то, о чем он переживает. Учение Христа – это совершенно обратное учение тому, что учит мир. И мы должны понимать это. Мы должны давать оценку правильную этому. То, что в мире, оно никак не может быть церкви. На первом месте ближний наш. На первом месте кто-то другой, о кого мы переживаем. Это правильное направление в жизни нашей. То, о чем говорит Слово Божие. То, что принес Христос. Христос так жил. Наш учитель. Так жили апостолы. Так жили все последователи Христа. Истинные последователи Христа. И так и живут сейчас. В центре всего – не я, но Бог. В центре всего – Его воля и Его слава. По чьим принципам мы сегодня живем, братья и сестры? Какие принципы в нашей жизни? Чем мы руководствуемся в том или ином деле? Чем мы руководствуемся, когда мы собираемся на молитвенные группы? О чем мы молимся? Что наше направление? О чем мы переживаем? Это самое главное, чтобы мы молились друг за друга. Всегда и постоянно. Молитесь, братья и сестры. Я призываю, чтобы мы молились друг за друга. Чтобы мы молились с радостью. Постоянно вспоминали друг друга. Утешались и утешали других. Тогда в нашей жизни не будет места ни горечи, ни зависти, ни лицемерию, ни высокомерию. Ничему. Все это уйдет. Только тогда мы можем исполнить закон Христов на самом деле. Любить Бога и любить ближнего. Это вызов для нас сегодня, братья и сестры. Это такой вызов, который дает нам Слово Божие. Чтобы мы на деле проявили свое христианство. Пусть нас Господь в этом благословит. И второй отрывок. Второй отрывок. Это третий и четвертый стих. «Непрестанно помятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше возлюбленным Богом братья». Это ключевой, можно сказать, центральный стих, центральный отрывок этого места, этой проповеди. Потому что апостол Павел говорит о трех непреложных истинах. Это три такие вот основания в жизни христианства. Три важнейшие истины христианской жизни. Выделяет их как вот в отдельную такую канву. И мы с ними встречаемся в дальнейшем в его посланиях. Там или иначе они звучат. И в других посланиях апостола Петра. И в 13 главе первого послания Коринфяна мы читаем «Вера, надежда, любовь». Это основание. И вот здесь он просто дает им такое общее видение и утверждает. Это вот отличительные черты, вот эти три момента – дело веры, труд любви и упования. Терпение и упование – это три отличительные черты истинной общины, истинной церкви. Это три важнейшие черты истинной церкви. Если их нету, если этого нету в жизни каждого христианина – большой вопрос. И Жан Кальвин называл этот отрывок кратким определением истинного христианства. Апостол Павел, вот он как духовный отец, как пастырь, как апостол, он подчеркает, что это самое основное, чем можно охарактеризовать церковь. Ведь не секрет, что в мире создаются какие-то организации, они появляются, уходят. Одни борются за то, чтобы все было зелено, другие борются за то, чтобы не было потепления, другие, чтобы похолодания, наверное, не было. Других объединяют более такие реалистичные группы общества, где они помогают друг другу то бросить пить, то похудеть, то, наоборот, поправиться. Я не знаю, масса всяких обществ. Кто-то объединяется, чтобы заниматься спортом, кто-то плаванием, бегом, хобби, в общем-то, всякие различные. Но все это здесь, это для того, чтобы здесь как-то устроить наш быт. Но вот эти три момента, дело веры, терпение упования, это то, что нас связывает с Богом. То, чем отличается церковь, это отличительная характеристика церкви. Если этого нет, мы не отличаемся от мира. Мы должны отличаться. Это должно у нас быть. Это было у фессалоникийцев, которые только-только обратились, только-только организовалась церковь. И это у них было. Апостол, вернее, Тимофей приходит к апостолу Павлу, и он рассказывает ему об этом. Апостол Павел, находясь в Каримфе, слышит эти добрые вести и пишет под вдохновением это послание. Потому что это было. Это видно было в них. И мы читаем дальше то, что другие соседние церкви стали видеть это. Седьмой стих. Так, что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахии. И дальше восьмой стих говорит. Но и во всяком месте прошла слава о вере вашей. Церковь Христова – это та, которая имеет три вот этих качества, которые присутствовали, присутствовали в этой церкви, присутствовали там, и они должны быть у нас. И самое важное, как лить мотив всего послания – это вера. Виталий уже сказал об этом, что вера встречается постоянно. И апостол Павел начинает сразу, и с первых стихов он говорит о вере. И о том, как она проявляется в жизни христианина. Апостол Иаков в своем послании во 2 главе, в 18 стихе говорит. «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». И церковь в Фессалониках имела эту веру из дел. Ее видели, как мы прочитали, окружающие. На них наравнялись, они стали образцом. Не написано, что их здание стало образцом, не написано, что красивое пение их стало образцом для верующих, что-то еще правильный устрой. Но их вера, она стала образцом для окружающих. Только вера, только вера. И это вера, которая проявлялась на деле. Можно много говорить о вере, можно философствовать. Но если наша вера не проявляется на деле, если ее не видно, то это все пустое. Вера в Бога – это не список правил. Каких-то не список, каких-то распоряжений, как нам жить. Но вера в Бога – это полное доверие себя, Его воле. То есть мы доверяем Богу нашу жизнь. И желаем, чтобы Бог проявлял в нашей жизни свою волю. Чтобы Бог действовал через нас. То есть не наши уже какие-то желания, наши какие-то потребности, но действия Бога в нашей вере. Потому что мы знаем, что то, что Бог делает, это лучше для нас, это нужно для нас. Вера в Бога – это полное подчинение себя Его святой воле. Мы часто, очень часто увлекаемся какими-то личными амбициями, какими-то личными желаниями, и все мы забываем на самом деле. Мы так увлечены этим. Мы забываем, что хочет Бог от нас. Вера в Бога – это подчинение Его воле. Не своей воле, не диктировать Богу свою волю, а подчиняться Его святой воле. Тогда Он будет действовать. И вера в Бога – это не абстрактные какие-то понятия. Ее должно быть видно. Видно в деле. Ветер мы не можем увидеть. Но мы можем увидеть, что творит ветер. Мы можем посмотреть новости, увидим какие-то страшные события, вырывает деревья с корнем, или там уносит куда-то машины. Мы видим действия ветра. Мы видим действия электричества не из-за того, что мы видим собой электричество, но мы видим свет, вот горит. Мы включаем в резетку какой-то электроприбор, и мы видим, что электричество действует. Так же наша вера. Мы можем говорить, что у меня есть вера. Но если в жизни не видно этого, если ничего не меняется в жизни, то это абсолютно не имеет никакой силы. Это пустое, братья и сестры. Жизнь христианина, она должна быть не просто разговором о вере, а жизнью веры. Посланием евреям, 11 главе, 6 стихе написано, «А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает». Сколько хотите, братья и сестры, можно рассказывать о вере, сколько хотите, можно рассуждать, но если этого не видно на деле, если нет подчинения Божественной воле, Его Слову, то это просто пустые, может быть, иногда красивые слова, такие яркие, красивые слова, которые, может быть, такие вот возвышенные какие-то. «Если, братья и сестры, вы не доверили свою жизнь Богу, если вы не подчинили полностью самого себя Богу, Его Божественной воле, если нет проявления веры на деле, то, как говорит апостол Аков, вера без дел мертва сама по себе. Я призываю всех нас, меня, вас, чтобы мы проверили свою веру. В чем она выражается? Где наша вера? Проверьте, братья и сестры, себя. Это очень важно. Это просто жизненно необходимо для каждого, для меня, для вас. Это то, без чего мы не можем увидеть Господа. Вера должна быть живой. Дальше апостол Павел говорит про труд любви. Очень интересное выражение. Труд любви. Естественно, что оно вытекает из дел веры. Из веры все. Все от Господа, все оттуда. Но само выражение не просто любовь. Мы привыкли апеллировать этим понятием. И в мире оно очень популярно. Под любовь все подходит. Просто I love you. Это так легко сказать. Я заметил, что мне даже иногда по-английски сказать легче I love you, чем по-русски. Я тебя люблю по-русски. Оно как-то для меня более весомее, что ли. То ли в силу моей ментальности, то ли что я вырос. А вот по-английски сказать как-то I love you, может по-испански сказать, что я люблю тебя. Очень легко. Но не про это пишет апостол Павел. Не про эти слова он пишет. Интересно, что труд любви в этом месте, который мы читаем, вот это слово само, оно подразумевает собой тяжелый каторжный труд. Такой тяжелый каторжный труд, который надо делать. Интересно, что любовь Христос проявил на самом деле. Он пришел в мир, Он не говорил о любви только, но Он ее явил на деле. Он на деле явил ученикам. Он на деле явил ее всему миру. И Он говорит в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 15 стихе, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». То есть это не просто слова, это не просто какие-то вот подвышенные фразы, это не просто чувственное выражение, но это тяжелая работа для каждого из нас, братья и сестры, чтобы мы на деле явили это. И в этом же послании, 4 главе, в 9 стихе, послание Фессалоникийцам, апостол Павел пишет, «О братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Только Бог нас может научить, как правильно любить. Его Слово под действием Духа Святого, только так мы можем любить. И мы должны понимать, что любовь – это как лакмусовая бумажка, как индикатор. Любовь – это не просто слова, но это тяжелый труд. Иногда непосильный труд. Тяжело любить того, который тебе может быть нехороший что-то делает. Но надо любить. Мы должны любить. И не всегда это может выражаться в наших чувствах. И Господь нас призывает сегодня не к словам, не к красивым обещаниям, не к красивым заявлениям, но призывает к работе, братья и сестры. Вас, меня. Призывает к работе, когда у нас, может быть, нет взаимности. Он призывает нас любить на деле. Трудом любить. Господь призывает нас совершать этот тяжелый труд. И надо начинать, конечно, с близких, родных, с тем, кем рядом мы сидим, с церкви нашей, с братьев и сестер, и потом уже с окружающим миром весь. Это тяжелая работа. Но к этому призывает нас Слово Божие. Туда мы должны стремиться. И третья истина, о которой говорит апостол Павел, это терпение, упование на нашего Господа Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. То есть он говорит о нашей надежде на вечную жизнь, на встречу с Господом на облаках. Если у христианина есть надежда на вечную жизнь, то он способен вынести многое. Все тяготы, все переживания, все страдания, все скорби. В церкви в Фессалониках мы слышали, что была очень тяжелая обстановка. С одной стороны, иудеи гнали, с другой стороны, языческий мир нападал, вся вот эта атмосфера, грязи, что-то похожее у нас сегодня. Но у них была надежда на встречу с Господом. И гнали. Но они знали, что есть надежда на встречу с Господом. И когда есть эта надежда, эта надежда нас ведет к выносливости, к такой стойкости, мы понимаем, что все это временно, что все это пройдет, но есть то, что больше этого. В Послании к Римлянам, в 8 главе, 24 стихе написано, интересный стих, «Мы спасены в надежде». Мы спасены в надежде. Если нет надежды, то все остальное нет. Нет, это пустота, нет ничего. Братья и сестры, мы спасены в надежде. Такое ободрение для нас, для каждого. Если у нас есть хорошо утвержденное основание на то, что мы увидим вечную жизнь, на то, что мы встретимся с Господом, то у нас будет терпение, терпеливое ожидание этой встречи с Господом. в том же Послании к Римлянам, в 8 главе, 25 стихе читаем, «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». То есть терпение – это есть следствие упования. То есть если мы уповаем по-настоящему на встречу с Господом, то у нас есть и терпение. Братья и сестры, это время, когда мы опять же можем проверить, это призыв апостола Павла проверить себя. Где наше упование? На что мы уповаем? Может быть, мы уповаем немножко не на то. Может быть, вы уповаете, и я уповаю на себя, на свой банковский аккаунт, счет там достаточный. Может, у меня есть что-то еще. Все это пустое упование. Кто-то на человека уповает, на связи какие-то. То есть тоже все пустое. Наше упование, наша надежда на встречу с Господом. Вот это истинное упование. Если вы по-настоящему уповаете, то будет и терпение в перенесении всех этих переживаний. Помните, что церковь в Фессалониках была намного тяжелее, чем нам. Намного труднее, чем нам. Думайте об этом, что первой церкви, что они проходили? У них не было всего того, чего мы имеем. Не было утверждения. Не было таких вот писаний, книг, проповедей, интернета, связей всего. Но они уповали на встречу с Господом. О чем говорит им апостол Павел, как мы слышали, и о чем он утверждает в каждой главе и напоминает об этом. Это очень важная мысль. Уповайте, братья и сестры, на Господа. Пусть вас Господь благословит, чтобы мы ожидали нашего Господа. И Бог нам дал терпение. Терпение переносить все эти тяготы. И подводя итог этой мысли о трех важнейших, запомните, пожалуйста, три важнейшие элемента христианской жизни. Апостол Павел говорит о том, что они избраны. Апостол Павел подводит мысль о трех важнейших моментах в жизни христианина о деле веры, о труде любви, терпении упования. И он говорит, что «Зная избрание вашей возлюбленной Богом братья». Это такое слово, интересно, «возлюбленной Богом братья». Это слово, которое должно нас объединять. Это церковь. Возлюбленной Богом братья. Это такая мысль, на которой можно говорить, размышлять. Но я очень коротко скажу. Братья и сестры, мы все возлюбленные Богом братья. Мы церковь. И апостол Павел называет нас церковью. Сопричисляет к себе их, этих фессалоникийцев, которые только-только уверовали. Он их ставит на один уровень с собой. Помните об этом всегда. И он знает ихнее избрание. Знает не просто, это ему какое-то откровение было, это не просто он что-то придумал, вот какое-то особое такое видение у него, видение было. Он видит плоды ихней жизни. Так вот, чтобы знали, что мы избранные Богом, у нас должны быть плоды. Вот эти плоды. Плод веры, труд любви и терпения, упования. Многие сегодня спекулируют пониманиями об избрании, предопределении. Мы не будем сейчас об этом говорить. Но то, что должно быть видно в жизни церкви и каждого, это тресно на этих истинах. На этих основывается истина церкови. Это три важнейших элемента. Вера, надежда и любовь являются очевидным доказательством того, что мы возрождены, что церковь возрождена. Проверьте, братья и сестры, проверьте себя. Есть ли эти плоды? Есть ли эти три важных элемента в нашей жизни? Вместе они изменяют нашу жизнь. Вместе они нас приближают к Богу. Мы тянемся к своим ближним. Мы приближаемся к Богу из-за того, что мы веруем. Мы тянемся к ближним, потому что мы любим их. И мы надеемся на радостную встречу с Господом. Это то, что нас соединяет с Ним. Рождение свыше, оно просто должно нас полностью отвернуть от нашей сосредоточенности на себе, от какой-то личной заинтересованности и направить наш взгляд к Богу, Христу и нашим ближним. И я буквально два слова скажу на пятый стих. Потому что наше благоествование у вас было не в Слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Очень на первый взгляд запутанный стих, но все очень просто. Благоествование, которое принес апостол Павел, оно было в Слове, но не только в Слове. Там был Дух Святой, сила Духа Святого присутствовала, обязательно Дух Святой действовал. И также была вторая часть, личный пример апостола Павла. Было действие Духа Святого, явлено через силу, было Слово Божие, и был личный пример апостола Павла и его сотрудников. Очень важно Слово Божие. Очень много записано в Библии о важности Слова Божия. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко и много других мест, я не буду читать. Но это то, что самое важное для нас. И это ответственность на проповедниках, чтобы проповедовать не личные какие-то эмоции, не личные какие-то чувства, философию, но проповедовать Слово Божие. Это призыв, это вызов. Апостол Павел проповедовал Слово Божие, и поэтому была такая сила. Он не проповедовал на злобу дня, он проповедовал им Слово Божие. Он говорил Слово Божие. И я так рад, что у нас есть вот это вот новое служение, когда мы можем говорить конкретно, идти шаг за шагом по Слову Божию. Я верю, что Бог будет действовать в нашей жизни, Бог будет действовать в жизни Церкви. Пусть нас Господь благословит в этом. И важен очень личный пример. Но это обращение не только к служителям. К каждому из нас, братья и сестры, обращение, чтобы мы жили жизнью освящения, чтобы мы были похожи на Христа, чтобы мы преображались в Его образ, чтобы Он действовал. К тебе и ко мне сегодня звучит это слово. Чтобы мы были отображением Христа. Чтобы наш личный пример был виден. А вот апостола Павла силу Тимофея видели. И потому что то, что они говорили, и так, как действовал Дух Святой, оно имело силу, такую великую силу, чтобы образовалась Церковь. Пусть Господь нас в этом благословит, чтобы мы жили вот такой жизнью, чтобы мы являлись очень хорошим примером для окружающих. Пусть нас за всех Господь благословит, чтобы мы любили Его Слово, и чтобы оно производило в нас и в окружающих работу в силе Духа Святого. Чтобы мы были постоянны в молитве, радуясь и благодаря Бога друг за друга. И чтобы в нас обязательно присутствовали эти важные три элемента жизни христианина. Вера, проявленная в делах, любовь не на словах только, но в деле. И терпение, основанное на уповании и ожидании встречи с нашим Господом. Ему слава за все. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Господь наш милосердный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое превыше всего. Благодарим Тебя за то, что Ты явился в этот мир, за то, что Ты пострадал за нас, за то, что оставил нам такое упование и надежду на встречу с Тобой, Господи. Помоги, чтобы мы жили жизнью веры, чтобы мы любили на деле, и чтобы ожидали встречи с Тобой. Благослови нашу церковь, чтобы Слово Твое звучало истинно, чтобы мы исполняли его, применяли к себе, Господи. И Ты действуй, Господи, в жизнях наших, действуй в жизни церкви. Благослови нас прославлять Тебя. Благодарь нас Тебе за все, Господи. И благодать Бога Отца. И общение Святого Духа. Да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.